Работа по подготовке к зиме идет на всех Ленинск-Кузнецких объектах жизнедеятельности, а это 15 котельных, 11 СТП плюс бойлерные, более 50 километров водопроводных сетей, почти 850 километров электросети, 140 километров канализационных труб и 11 насосных станций. Первое, что было проведено, это гидравлические испытания, были выявлены слабые места на сетях, соответственно, определены в дальнейшем планы работы. Что касается на сегодняшний день, если говорить по жилищному фонду, то на сегодняшний день из почти 800 домов с центральным отоплением, которые должны быть подготовлены к зиме, подготовлено порядка 40%. Если мы говорим за объекты коммунального комплекса, это водопроводно-канализационное хозяйство, тепловое хозяйство, то здесь готовность составляет чуть больше 30%. На городских котельных работа в самом разгаре. Один из главных объектов этого года – котельные шахты имени 7 ноября. В начале отопительного сезона будут отремонтированы топки одного из котлов, обновят питатели и золоудалители. Выполняется ремонт первого котла-агрегата. В перечень работ входит капитальный ремонт топки котла, локальный ремонт обмуровки, питателей. В том числе по самой котельной мы ремонтируем конвейеры золоудаления. Ремонт уже выполнен этих конвейеров основного испомогательного течки котла и, соответственно, ремонт углеподачи и дымососов тоже локальный. Но основные работы – это у нас по котлу-агрегату топка и обмуровка. Ремонт котла ведется и на самый большой котельный города – котельная КСК. По словам начальника участка номер 2 Константина Гаврилюка, все работы проходят по графику. Готовка производится к отопительному сезону. Производим ремонт котлов номер 2, потом производим ремонт ПСУ – это питатели сырого угля. Также производится ремонт мельниц котлов капитальный. Ну и вспомогательные работы, определенная чистка. У нас производятся конвективные части котлов и все остальные подготовки, которые запланированы на подготовку к отопительному сезону. Сумма, которая в этом году планируется затратить на модернизацию городских инженерных сетей и ремонт котельных составит почти 700 миллионов рублей, большая часть которых – это средства предприятия. Закончить основной объем работ по подготовке города к зиме планируется к 1 сентября. Галина Ильина, Павел Желтиков, Реоленинск.